Понятно, что у каждого человека расходы будут разные. У пакетников, так называют туристов, которые приезжают по турам, одни расходы. Они обычно не экономят, приезжают на отдых раз-два в год и кутят по полной. Что ж, имеют право. Есть такие, кто приезжает на длительный срок, работают удаленно, получают неплохие деньги и тоже не особо экономят. Есть такие, как я, которые уезжают на зимовку с определенным бюджетом, в который нужно уложиться. Жилье, питание, достопримечательности, развлечения. Поэтому мой бюджет больше подойдет для таких, как я. Остальные могут просто прокрутить видео. В первый месяц, это был февраль, я путешествовала с попутчиком. Художник из меня так себе. Мы объехали пол острова, были почти во всех туристических местах. За месяц, а точнее за 34 дня у меня ушло около 30 тысяч русских рублей. Вы скажете, это нереально? Реально, если жилье делить пополам, не питаться в ресторанах и в туристических кафе. Лично мы всегда питались в локал, там, где едят сами шриланкийцы. Не ездить на такси, а ездить на общественном транспорте, а также очень много ходили пешком. И покупать только то, что необходимо. Не пили алкоголь. Нам также повезло с курсом 1,8 к одному. То есть за 1 российский рубль, грубо говоря, давали почти 2 шриланкийских рубля. Во второй месяц, это был март, мне не повезло с курсом. Резко подскочил доллар и было непонятно, что будет дальше. Пришлось снять большую сумму по невыгодному курсу. Поэтому второй месяц у меня был недешевым. 2 российских рубля тянули на 1 шриланкийский рупий. А если бы я не ринулась снимать большую сумму, а подождала, то жилье бы мне обошлось в копейки. При том, что сезон идет к концу, и гесты и виллы начинают дешеветь. Я очень экономила, чтобы уложиться в 30 тысяч русских рублей, потолок 35. Это еще без путешествий. Но иногда ездила прошвырнуться в Галли. Не могу сидеть на одном месте. Также в этом месяце мне пришлось продлить визу, которая с этим курсом стала для меня золотой. Пришлось расписать ее в расходы на 2 месяца. Ну что, после всех скитаний, трипор по Шри-Ланке, я наконец-то заехала в постоянное жилье. пока что на месяц, а там будет видно. Вот такая комната. Небольшая, но очень уютная. Света сейчас нету. Ну, в общем-то, все видно. Эта комната мне обошлась в 45 тысяч рупий. Третий месяц, это был апрель, мне также обошелся недешево, потому что у меня все еще были деньги, которые я сняла по бешеному курсу. Хотя жилье, гесты и виллы в апреле падают в цене почти в половину. Также я никуда особо не путешествовала, кроме Галли и Унаватоны. В этот раз гест у меня был похуже, но чуть подешевле. В апреле начинают дешеветь некоторые овощи и фрукты. Например, манго, авокадо, ананасы и другие. Зато подарки домой я уже покупала по реальному на то время курсу. За один российский рубль давали 4,2 шрилантийских рупе. А это расходы за 3 месяца, плюс авиабилеты туда-обратно, виза, местная страховка и тест на ПЦР. Ну и вспомним, где я была и что мне запомнило. Снегомба, рыбный рынок и много красивых патолических цервей. Рядом аэропорт. Кура Нигала, огромная статуя сидящего Будды. Дамбула, золотой пещерный храм. Напомнил мне храмы в Аджанти, Индия, Махараштра. Зелёная Сигирия. А это Сигирия, гора Пидрунгала. Полонарова, древний город и его развалины. Канди, храм Зуба Будды. И красивое озеро Багамбара. Из Канди можно доехать до винтовой башни Амбулу Вала. Нувара Элия, чайные плантации. И водопад Любленных, воду которого можно использовать для питья. Элла, девятиарочный мост, уникальное сооружение. Ну и куда же без малого пика Адама. И горы Элла-Рок. Катарагама, самый почитаемый храм. Рядом находится Тиса-Махарама. Очень понравился городок Тангали. Хикадува и огромные черепахи. Молодёжная Мериса, Кокосовая гора. А также гора Попугая. Семейная Унаватуна подойдёт для отдыха с маленькими детьми. Японская пагода мира в Унаватуне. Каскада, черепащья ферма. Ну и, наконец, городок Гали. И форт Гали. Влюбилась в него с первого взгляда. Где мне понравилось больше всего? Мне понравилось везде. И я люблю двигаться и путешествовать. Самые впечатлительные были башни Амбулулала, девятиарочный мост и форт Гали. Люблю такие сооружения. Древние развалины полуноровы, зелёная Сигирия, а океан Унаватуна. Ну и ловите ещё одно прикольное место. Каменные бассейны Тальпе. Находятся они в 5 километрах от Унаватуны. Они вырезаны из кораллового рифа. Все одинаковые квадратные формы, с почти ровными краями. Смотрятся очень эффектно. Лучшее время для посещения с марта по апрель. В остальное время бассейны заполнены песком. И конечно же нужно посмотреть карту отлилов и приливов. Остальная информация под видео. Если проехать чуть дальше, примерно ещё километра 4 в сторону Велегамы, можно увидеть ещё одно колоритное местечко. Переходим к викторине. Вам всего-то нужно ответить на 3 лёгких вопросика. В каком месте сделано данное фото? На какой чайной фабрике я выпила чашечку чая? В каком месте я впервые искупалась в океане? Присылайте свои ответы в комментариях под видео. Первые 3 победителя получат по небольшому призу. Викторина только по России. Продолжение следует...